здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем нашу передачу тайны вечной книги как всегда в студии вместе с нами доктор михаил лайтман здравствуйте мы сейчас закончим с вами головой трое это просто чувствую мы прошли все заповеди кто такой тролл вообще мы очень много узнали из этой главы и дальше она к финишу двигается так а весь народ видел звуки и пламя и звук шофара и гору дымящийся и и как увидел народ содрогнулись и встали поодаль и сказали они муше говорит ты с нами и услышим пусть не говорит с нами всесильный а то мы умрем то есть есть такое состояние страха страха во-первых во-вторых ну тут есть такие детали которые может быть ошибка русского языка может быть нет видел звуки и прочее вы могли бы нет видел звуки конечно видел звуки видны конечно почему как у манхаузена там замерзают звуки в трубе нет дело в том что все в мире состоит из двух свойств получение отдачи это как вода и огонь допустим плюс и минус северный южный полюс 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 не составит два полюсных состояния они являются двумя свойствами природы кроме них ничего другого нет и эти два полюс на состояние они воздействуют на материю материя это желание насладиться желание получить желание наполнится это является естественной природой материи вот как атом хочет держать себя в какой-то форме больше атом большей форме там большие молекулы и так далее то есть зависит там от места в периодической системе там вот количество частиц в ядре и так далее так вот поскольку все состоит из плюса и минуса этот плюс и минус они должны разделены быть между собой каким-то адаптером допустим это будет может быть как-то мотор тогда плюс минус к нему получаешь он работает это должна быть какая-то полезная нагрузка вредная нагрузка если тогда допустим как в бомбе в атомной или в чем-то происходит столкновение и взаимное уничтожение короче короткое замыкание грубо говоря только встречаются да только на другом уровне но когда плюс минус от встречается во противоположных свойства высвобождается огромное количество энергии потому что она не уходит на взаимность а вовне но мы не будем разбирать это все с точки зрения духовных сил я просто хочу что сказать для каждого уровня сил в человеке для каждого свойства в человеке есть свой уровень соответствия то есть сопротивление которое должно стоять между плюсом и минусом если допустим плюс минус маленькие сопротивление может быть маленькая если плюс минус большой сопротивление должно быть большим иначе будет короткое замыкание грубо говоря так вот поэтому в человеке все эти желания его получения относительно свойства отдачи они отградуированы 0 1 2 3 4 5 уровней сопротивление желания и соответственно им 5 уровней напряжения или 5 уровней тока или 5 уровней высшего света отдачи и между ними сопротивление и здесь указано как градуируется я нахожусь в состоянии когда я против творца так то есть свойства получения против свойства отдачи муше который во мне это свойство оно может быть на коротком уровне с творцом на короткой ноге что называется рядом стоящим практически лицом к лицу все уровни которые более овеществленные более материальные более толстые грубые грязные да они соответственно должны быть удалены далее поэтому говорится муше здесь арон здесь левита здесь мужчины тут женщины еще дальше ну и там всякие этот стадо и прочее прочее то есть вот так вот они как бы пирамиды или под кругами такими стоят якобы вокруг горы синай то есть вокруг точки соприкосновения с высшим свойством почему говорится вокруг горы они прямой линии потому что они еще не обрели экрана у них еще нет линии а еще это кругами вот и вот и все очень понятно а скажите мне пожалуйста в данном случае страх является сопротивлением то есть между ними существует страх является то есть это хорошее хорошо да человек понимает что ему ближе подойти нельзя он отдаляется как ну вот как на уровень старых вышедшие из тюрьмы знающий что воровать плохо он обходит банк за два квартала а есть который обходит за пять кварталов то есть он нет сопротивления когда он знает на каком расстоянии он должен быть чтобы предохранять себя от кражи вот здесь и говорится это уровень страха такой на 5 кварталов нет экрана защитного понятно все страх хорошее свойство да что такое видел звуки все таки потому что все что мы воспринимаем и воспринимаем через свойство бены бена это слух и поэтому звуки тоже воспринимаем слухом но когда в этом свойстве бены присутствует еще и свет хохма свет жизни да свет жизни тогда получается в нем видение то есть я свечу вижу да да то есть от этого и возникает есть пророки которые говорят я слышал а есть такие которые я видел видел это это уже который со светом жизни да именно который ближе к творца и поэтому раскрытие творца является высшей ступенью не просто слышать а видите это два уровня понимания на самом деле нет видения как у нас это внутреннее созерцание интересно радио и телевидение тоже построена наверно в соответствии с какими-то такими состояниями ну ты видишь что сначала мы открыли все-таки на и низш уровень связи через слух через веревку там через что-то а потом уже про проводам электричество а потом уже радиоволнами но все равно пока мы дошли к видению это прошло много времени сейчас видение заменяет и чтение из и слуха все что хотите то есть практически это говорит о том что ведь в нашем мире самое большое количество информации мы получаем через зрение 90 с лишним процентов так и в духовном так и в духовном да потому что свет хасадим свет бены он всего лишь подложка под свет хохма то есть свет милосердия только как бы облачает свет облачает свет хохма входит свет знания это свет хохма и свет милосердия он снизу да он идет от творения творение творец это свет хохма творение которое желает быть подобным ему и в этой мере получать это свет хасадим то есть мы готовим сосуд свет входит да все понятно и сказал маша народу не бойтесь ибо для того чтобы вас возвысить явился всесильный и чтобы страх перед ним был у вас дабы вы не грешили вот то есть вот страх да и нужен очень правильно проход через путь это называется только не страхом как в нашем мире пахот это ира трепет трепет это везде здесь перевод не страх нет это не страх это трепет да трепет это чтобы мне не нарушить подобие творцу без всякого наказания наказания нет наказание именно в том что я нарушаю а дальше ничего дальше нет никаких следствий следствие никаких единственное следствие то что ты нарушаешь все то есть человек должен быть на таком моральном уровне что для него быть в таком состоянии это самое ужасное наказание в состоянии в состоянии отдаления от творца от свойства отдачи любви когда нет трепета перед когда нет трепета то есть трепет для него является индикатором а что такое может быть это не связано но все равно вот я знаю что вы занимались лечением страхов у человека и так далее у вас есть таблица там тысячи страхов которые есть у человека 5 1800 800 с лишним видов страхов вы занимаетесь лечением вот этих страхов которые возникают у человека ну допустим раскроем людям тайну что я этим уже последний не знаю сколько лет 15 не занимаюсь но вот скажите мне пожалуйста почему человек считает что это болезнь это все переводится на состояние болезни или это уже не трепет от страх или что это ну хоть немножко но я занимался лечением психических внутренних психологических я бы сказал состоянии чего откуда возникают эти страхи неуравновешение между свойством отдачи получения как мы учим а в человеке да это тот же корень только на более низком уровне и вся ваша система была в том чтобы достичь равновесия да только лишь равновесия и все исчезает страх конечно да ну медицина достигает этого тем что она подавляет просто ощущения то есть меньше видишь лучше спишь а здесь нет здесь имеется ввиду что равновесия человека не усыпляешь уравновешиваешь ну дальше и стоял народ подаль амуше приблизился ко мгле в которой скрывался всесильный что это за мгла в которой скрывается всесильный мгла это вообще этого облака как бы то есть это состояние когда творец является светом свойство это природа сила ее так мы ее называем светом но как свет в нашем мире оживляющий свет разума свет тепла и так далее творящий животворящий так далее так вот этот свет скрывается есть экран вскрытия бесконечный свет скрыт абсолютным таким пологом занавесью облаком находится как бы в такой капсуле неважно как то объяснить человек его не воспринимает это чтобы не сжечь человека если так уж таким языком да не навредить человеку не навредить и не сжечь то вообще человек не чувствует что это существует ведь спроси любого человека по улице есть у него сомнения сомнения где это есть этого нет когда человек начинает готов приобретать экран в той мере в которой он приобретает экран он снимает это облако постепенно слоями да вот есть во мне пять уровнях желания если я приобретаю экран на самое тонкое свое желание на первое начинается всегда самого тонкого таким образом я снимаю покров самый тонкий он тоже состоит из пяти частей и я тогда вхожу как бы в это облако на эту часть и какое-то свечение ощущаю конечно я уже прошел первую часть всего их пять и таким образом я работаю дальше на себя навожу на себя экран еще больше антиэгоистически и продвигаюсь дальше в этом облаке то есть в той мере в которой я могу облачиться антиэгоистические то есть в альтруистические намерения в любовь к ближнему ко всему ко всем и так далее в той мере я в это облако вхожу и таким образом достигаю состояние когда обнаруживаю этот цвет свойства отдачи прямо в себе то есть я его впускаю в себя да то есть место освобожденное от всего эгоизма и всей грязи туда входит туалет свет свет да и так я сливаюсь до становится человеком света почему это нельзя описывать вот это вот состояние вы говорите в книгах не описано вот это вот последняя стадия последнюю стадию мы еще не достигли никто не достиг никто никто это будет только в конце всеобщего исправления то есть нас еще ждут большие да за подарки открытие понятно тоже дальше и сказал бог обращаясь к муше так скажи сынам израиля видели вы что с небес я говорил с вами не делайте при мне богов серебряных и богов золотых не делайте себе и и на правой и на левой линии со свойством этой отдачи получения это серебряные золотые да да золото это к левой линии наверно золото левое серебро правое правое золото то что как бы я притягивать притягивает жертвенник на земле сделай мне из земли не на земле из земли до неправильно перевод что это означает то есть из земля это эритс рацион желание желание до из желания своих желаний сделай мне жертвенник красиво это правильно и приноси на нем жертвы всесожжение и мирные жертвы твои мелкий и крупный скот во всяком месте где я разрешу упоминать имя мое я приду к тебе и благословлю тебя то есть сначала делается жертвенник из неживых желаний из земли там включается затем приносится растительные всевозможные там ветви трава там всякой и так далее и затем уже живутная часть до животный уровень но это самый большой уровень потому что а делает это все с человек человеческий уровень так что здесь включаются все уровни желаний которые в человеке все уровни природы но я же спрошу конечно вот то что приносились в жертву люди были такие племена а ну так это же ты да не касалось этого то что такое что это за перебор был такой были жертвы но считалось что богам необходимы такие жертвы нам рассказывают зарезали ребенка на каждом углу там черте что творилось инки и мая там то есть что это такое что это ну слушай я не хочу так говорить не знаю сколько у нас времени на это есть и вообще это же целая система взгляда человека его природного устройства его внутреннего отношения к себе и к миру поскольку мы эгоисты у нас существует если у меня существует возможность все взять себе я беру если не существует возможности все забрать а есть люди которые против меня которые не соглашаются которые упорствуют тогда я вступая с ними в контакт и должен им платить вот эта плата она нежелательно с моей стороны но мне нечего делать я должен отдавать для того чтобы что-то получить это все эгоистическое если человек не исправляет себя с помощью кабалы такое же отношение она и к природе то есть если я хочу от природы что-то получить чувствовать себя комфортно а тут понимаешь ли всякие эти ураганы цунами землетрясения дикие звери нападают на какие-то случаются болезни мор и так далее нашествие каких-то там тараканов саранчи вся природа вдруг вымирает тиф какой-то или что как мне от этого откупаться кому платить и за что платить на этом живут все религии и поэтому самое высшее жертвование это жертвование человека это в принципе купались самой высокой жертвой человека то есть в иудаизме считается жертвования это значит во первых а что значит вот эти жертвования ты знаешь что такое на самом деле это же все съедалось это были всеобщие трапезы непонятно как это а куда это шло куда деть мясо она что просто сжигалась кто-то съедает отдается народу я приношу ягненка ягненка его там разрубают храме в храме от этого храма все бедные которые вокруг храма и все которые работают в храме и я сидим и трапеза трапеза и так каждый день на равных такая да все и бедные вокруг храма все 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 это большое дело да это и называется храмовая работа это и есть трапеза жертвоприношение это имеется ввиду когда я хочу от себя отдать обществу и это выражается в виде законов выполнения в виде десятины которую я приношу и она уходила на образование народа до образование народа да и вот эти вот жертвоприношения которые я приходил приносил и я весь народ каждый должен был приносить причем приносит в соответствии с тем что в чем провинился чем провинился вот допустим чего-то там неправильно сделал я сам определяю да да конечно кто знает и были же на уровне духовном а кто знает твои вообще эгоистические грехи никто не видит ты сам чувствуешь что вот в этом вот я сделал неправильно что я должен сделать и так как пишет наш учитель мой учитель рабаш ты в таком случае должен сделать трапезу пригласить товарищей посидеть вместе с ними поставить бутылочку хорошей закуской посидеть с ними и объединиться это есть что то есть служение богу как вот если так все по-другому смотрится потому что да потому что именно таким образом соединяются люди между собой но у них внутри происходит духовная работа ради чего они это делают но я это вызываю и поэтому я этим воодушевляю всех остальных чтобы в следующий раз они на меня больше подействовали и помогли бы мне не оступиться так как я оступился и вот так вот все происходит очень спокойно то что делаем мы сегодня отличить и нужен храм делай это пожалуйста вот у тебя есть место где ты собираешься с группой и там и приносите жертвы но это должно предваряться четким антиэгоистическим анализом иначе это не имеет никакого смысла иначе это просто выставить и все пьянка пьянка а так ты приносишь тем чтобы мы соединились на весь этот анализ должен приводить к этому результату так что все эти жертвы жертвоприношения работа в храме и все прочее это все совершенно не так как мы считаем это все направлено только на связь между всеми людьми храм был местом скопления всех желаний всех исправлений оттуда уходили люди во все провинции обучать народ не было же никого кто бы не знал бы читать писать считать все умели все умели все умели выполнять духовную работу благодаря поддержке этой десятины которые давали да да никто за кем не следил все обязаны были это делать потому как иначе ты не не отдаешь у кого тогда не возникал вопрос как сегодня на что я ее отдал а что это то есть люди знали на она не считается тогда десятиной если уж я говорю так я это скажу это не считается десятины если ты нежеланием ее отдаешь это так как сказано когда надо было создавать то место где происходит жертвоприношение то место где происходит соединение ковчег этот когда раздел у рель на так вот там сказано и каждый человек пусть отдаст от своего сердца если это не от сердца то это не считается красиво так что вы сейчас сказали как сразу поднимается это понятие храм вообще что это такое что когда мы говорим храм это же центр соединения народа который обучает который в себе содержит все эти свойства и который показывает в пример каким образом это должно быть сделано как только храм начал портиться все началось это за 70 лет до крушения храма поэтому мы говорим крушение храма они крушение государства потому что он являлся духовной основой в нем это прекратилось вот это вот действие единения народа и все и то что его римляне сожгли это уже все это ерунда это 70 это 7 сферот по 10 в каждый пока не спустился до молхут и и крышка и все и уже заранее было известно еще год еще два и так что не будет храда вообще хорошо а тогда когда человек говорит что то есть прежде храм получается и в результате так вы говорите исчезает в человеке то есть человек перестает приносить жертву настоящую в храм да то есть ту которая ведет к обеднению она уже хочет сказать я принес жертву да и вот это вот я которая вмешивается но рушит все храмы да вот это является причиной крушения храма точно а когда ты мне будешь делать жертвенник из камней не клади и не отесанными что это значит не за все руки свои на камни то есть ни в коем случае нельзя делать что-то не от естественных твоих желаний то есть камень должен быть естественный так все да какой он есть то есть не должен его обрабатывать ничего вносить своего искусства сюда не приносить нет а камень все-таки это на иврите это эвен от слова понимая а вона от слова а вона понимание сердца понимание сердца да не клади их обтесанными дабы не занес ты над ними железо и не сквернил их почему так вот к железу такое отношение а это произведение рук человека нет кроме того потому что железо это свойство суда свойство дин ну да ограничение но это уже мы не сможем сегодня разобрать ну и заканчиваем тогда и не восходи по ступеням на жертвенник мой чтобы не открылась нагота твоя на нем на то есть жертвенник должен быть выше тебя и тогда не откроется нагота выше головы жертвенник должен быть выше твоей головы выше головы а то есть выше твоего знания познания выше твоего постижения то есть всегда отдача должна быть выше всех твоих расчетов Я на этом бы закончил И закончилось у нас время, конечно И большое вам спасибо Я, как всегда, счастлив И не хочется заканчивать передачу Но, дорогие друзья, время наше вышло Будьте с нами и дальше Мы будем дальше изучать следующую главу Которая называется «Законы» До свидания Субтитры создавал DimaTorzok